Обычная консервная банка компании Доброфлот И вкусно, и стоит недорого Казалось бы, мелочь, которую можно найти в любом магазине Консервы всегда на виду Купил, открыл, съел Но мало кто задумывается Чтобы эта консервная банка оказалась на вашем столе Необходим труд тысяч людей, сотрудников Доброфлота В этом фильме вы увидите непростой путь качественных рыбных консервов От Тихого океана до магазинной полки Дальний Восток До Москвы больше 9 тысяч километров Работа этих людей – настоящий подвиг Днем и ночью, круглый год Часто в промозглый ветер или под дождем Они добывают миллионы тонн дикой рыбы Сайра, минтай, лосось, скумбрия, сельдь Промысел очень разнообразный Дальневосточную рыбу ценит весь мир Она обитает в самой экологически чистой зоне мирового океана Иностранцы готовы платить большие деньги, чтобы улов шел к ним Но Доброфлот принципиален Это единственная в Приморье компания Которая 90% своей продукции поставляет на отечественный рынок Я сейчас говорю не как работник компании, а как, допустим, потребитель Потому что я тоже хожу в магазины И, соответственно, я с большим удовольствием возьму консервы лучше компании Доброфлот Чем какую-либо другую Потому что я знаю, что это качество И в ней, может быть, даже присутствует какой-то элемент ностальгии Сайра – бренд Доброфлота Входит в сотню лучших товаров России Эту рыбу для нашей банки консервов ловят только по ночам Рыба приплывает на свет прожекторов И буквально цепенеет, когда белый свет сменяют красным Дальше дело техники Собрать рыбу в специальную ловушку Промысловое вооружение у Доброфлота собственного производства Вот таким необычным образом ее добывают Консервированная сайра и так очень полезна Тут и природные витамины, и минеральные вещества И незаменимые аминокислоты, в том числе омега-3 и антиоксиданты Мясо сайры улучшает работу сердца и мозга Нормализует деятельность желудка и кишечника Помогает восполнить дефицит кальция, фосфора, магния, железа Но сайра Доброфлота единственная в своем роде Мы производим рыбу, ту, которую мы добываем Свежую рыбу добытчики нам подвозят И на изобатах, прямо в районе промысла Мы делаем эту консерву В данный момент, я могу сказать, самая лучшая продукция Это вот именно это, которое мы делаем именно в море На счету Доброфлота миллиарды банок консервов Истории компании больше века Все началось в 1911-м, когда в бухте Тафуин, залива Петра Великого Князь Николай Шаховский построил первый крабы-рыбоконсервный завод Продукцию отправляли в Англию, Японию, Соединенные Штаты Сегодня этот завод крупнейший из подобных в стране А в Доброфлоте всегда подчеркивают, что сохраняют для будущих поколений Традиции рыбоконсервного производства, заложенные прадедами и прапрадедами нынешних работников Несмотря ни на что Те конфликты, которые у нас возникали, в том числе на почве административных барьеров Которыми на сегодняшний момент, скажем так, полна хозяйственная деятельность в области рыболовства, рыбопереработки Они выводили нас на новый уровень взаимоотношений с государством На новый уровень понимания регулирования в государстве Что также позволяло нам развиваться Рыбный промысел – это сложнейший механизм И работает он бесперебойно, несмотря на огромные морские расстояния и суровые погодные условия Флот компании – это 12 среднетоннажных рыбодобывающих судов 6 транспортных судов-рефрижераторов, 3 плавзавода Чтобы обслуживать такую армаду, благодаря которой рыба всегда свежая и быстро поступает на переработку У Доброфлота собственный судоремонтный завод На это предприятие на берегу бухты Гайдамак в Приморском крае Доброфлот возлагает большие надежды С его помощью компания не только поддерживает работоспособность собственного флота Но и надеется завоевать новые рынки В том числе составить конкуренцию Японии, Южной Корее, Китаю Здесь осваивают ремонт и модернизацию рыбопромыслового транспортного портового флота Судоремонтники активно сотрудничают с Министерством обороны по ремонту судов Тихоокеанского флота И с дальневосточными пограничными управлениями ФСБ России Производственные мощности завода не сравнятся с теми, что были несколько лет назад Когда Доброфлот только взял его под свое крыло По Слипу тут ситуация немножко лучше Если раньше мы его вообще не использовали То есть там стояло одно судно на Слипе По сути потенциал огромный, а судно стоит одно То на сегодняшний день у нас Слип практически весь загружен Достаточно интенсивно работает Что позволяет нам одновременно производить доковую, ну, Слиповую операцию Там порядка 6-7 судов одновременно, так скажем, докуются А в доке только одно судно Каждый год предприятие растет по, значит, выработке То есть это универсальная мера У нас универсальная мера – это сметный час То есть если в консервном производстве мерой является количество консервных банок или ящиков То у нас это услуга, которая измеряется сметным часом Ежегодно рост по трудоемкости в заводе составляет где-то 40-60, ну, иногда бывает и даже до 80% В 2016-м к ремонтно-судостроительной деятельности завода прибавилась еще одна Он получил свидетельство на право проектировать морские суда Знаковое событие Первый проект – разработка серии среднетоннажных траулеров-добытчиков для доброфлота Чтобы рыбаки занимались промыслом на судах, которые не уступают западным Сейчас мы сотрудничаем, значит, с российским проектом С одной российской проектной организацией Одновременно с японцами сотрудничаем, с другими компаниями Но параллельно, так скажем, понимаем, что проектирование должно быть развито на предприятии Вернемся к нашей консервной банке Выловленную Сайру оперативно доставляют на переработку Либо на береговой консервный завод, о котором мы уже говорили Либо на плавзавод в море Но Сайра – это только часть промысла И перед доброфлотом в этой связи открываются новые возможности В ближайшие годы ученые прогнозируют резкий рост популяции скумбрии и сельди и васии И у компании уже есть мощности, чтобы делать из нее качественный продукт прямо в море Мы на сегодняшний момент находимся на пороге именно такого цикла Который позволит нам осваивать эти огромные биомассы Запасы этого объекта исчисляются миллионами тонн И технические возможности для фиксации, скажем так, продукта, для производства этого продукта Они являются уникальными Технические возможности – вот этот город на воде Самый крупный в мире плавучий рыбзавод Флагман рыбной промышленности страны Несколько лет назад доброфлот пошел на беспрецедентный шаг И выкупила у греческо-китайского консорциума Эту некогда российскую плавбазу – все володсибирцев Эксплуатация такого сложного технического сооружения, как плавбаза силосибирцев Накладывает определенную ответственность и определенные сложности Организационного характера именно на все службы и подразделения компании Сибирцев по комфорту может сравниться с круизным судном Для шести сотен членов экипажа, которые месяцами работают в Тихом океане Он – второй дом, в котором созданы условия для жизни современного человека Между вахтами после тяжелой работы они могут кто-то попариться в сауне Это предусмотрено Кто-то может, допустим, в спортзале штангу потягать А госпиталь врачи принимают, стоматолог, хирург, вай-фай То есть они могут посидеть в интернете Для молодежи это очень важно Во время 11-месячного промыслового рейса Сибирцева в 15-16 годах Был реализован стратегически важный для отрасли страны проект Доброфлот первый и единственный начал принимать в мировом океане сайру От добывающих компаний Японии и Тайваня И перерабатывать ее на своей плавбазе В данном случае японские рыбаки являются поставщиками сырого необработанного сырья Что нетипично для взаимодействия российских производителей Российских предпринимателей и японских более развитых технологических компаний В нашем случае это стало возможным благодаря уникальности плавбазы Сибирцев Которая позволяет по своим техническим характеристикам Глубоко перерабатывать садье даже в мировом океане Которое мы будем принимать от японских рыбаков Наша банка с консервами рождается здесь, внутри плавбазы В нее загружают свежую рыбу с добывающих судов И сразу же отправляют на конвейер Тут ее моют, потрошат, раскладывают по банкам Соль, специи, если надо масло Банку закатывают и отправляют на термообработку Консервы готовы За качеством постоянно следят Лаборатория на судне контролирует каждую произведенную банку Но откуда на Сибирцеве столько банок для консервов? На этой жестяно-баночной фабрике Доброфлота в 80 километрах от находки всегда шумно Предприятие снабжает тарый завод в поселке Южноморской и гиганта Сибирцева На первый взгляд кажется, что просто Если вникнуть поглубже, то это очень сложный процесс технологический Который требует много времени, оборудования, людей и знаний Глядя на это завораживающее производство, трудно поверить, что совсем недавно ничего здесь не было Только горы стройматериалов и оборудования С переходом в Доброфлот фабрика, возрождение которой мало кто верил, буквально восстала из пепла И теперь выдает на гора качественную жестяную тару, не уступающую современным импортным образцам Вот наша банка из японской жести В такой же выпускают горбушу, нерку, скумбрию, сельдь, печень трески, минтая, кальмара Рагу из лососевых, уху, тунца, салат из морской капусты В такой лососевую икру А в этой щупальцы кальмара и копченые сайру и филе сельди Текут слюнки Ну а мы идем дальше Оборудование у нас сборная, есть оборудование уже бывшее в употреблении Сейчас китайские две линии у нас, одной пять лет, одной год Ну и плюс у нас строительство большое опять Мы планируем новый цех строить на 6000 квадратов Наши консервы, расфасованные по коробкам, транспортники доставляют на берег У Доброфлота собственная сбытовая структура и филиальная сеть Которая реализует готовую продукцию в города России, ближнего и дальнего зарубежья Одна развитая система складов в крупнейших регионах страны чего стоит И при каждом складской персонал и обслуживающая техника Участвовать во всех цепочках производства и доставки продукции Доброфлот решил сознательно и долго шел к этой цели Только так можно исключить спекулятивные колебания цены на свой товар в магазинах Для того, чтобы спрямить и сделать стабильную эту поставку Более предсказуемую с точки зрения объема и цены Мы вынуждены были расширять свое участие и свой контроль Во всей цепочке формирования себестоимости продукции В данном случае цена рыбопродукции, особенно такой социально значимой, как наша рыбная консервация Являющаяся определяющим фактором для достаточно серьезного присутствия на рынке Доброфлот не боится самых амбициозных задач Он первым из крупных игроков рыбной отрасли Отважился доставить 3000 тонн дикой рыбы по северным морям Это съемки с транспортного рефрижератора ледового класса компании Сделанные летом 2015-го по пути с Дальнего Востока в Мурманск Путь выдался тяжелым За время перехода экипажу довелось вступить в схватку с сильнейшим штормом – льдами Повидать полярные пейзажи с белыми медведями Самый знаковый момент был проводка судна атомным ледоколом «Ямал» через три зоны Северного морского пути Это нормальная работа, потребовалась помощь ледоколу, мы его заказали и сделали это Благодаря новым маршрутам компания надеется оптимизировать логистику доставки рыбы в центр России По Северному пути получается в два раза быстрее, чем по железной дороге и гораздо дешевле Загрузка наших мощностей на сегодня составляет порядка 40% То есть каждому пароходу мы рады и каждая тонна, каждая тысяча тонн продукции, ну, она интересна для нас и для клиента Дома экипаж теплохода встречали как героев Каждому на память о первом арктическом рейсе подарили часы В Доброфлоте уверены, успех и труд должны идти рядом с полноценным отдыхом Лучших работников поощряют абонементами в бассейн Компания участвует в бизнес в Спартакеаде Приморья Проводят турниры по футболу и волейболу, приуроченные ко дню рыбака Летом корпоративные выезды на острова края А в поселке Большой Камень под находкой набирает обороты хоккейная команда «Гранит» В которой играют дети сотрудников компании Правда, в дебютном матче удача была не на их стороне Не только не расстроило, даже порадовало Только трудности, как мы уже говорили ранее Любые трудности только закаляют, скажем так, команду А трудности на начальном этапе формируют ее Так и Доброфлот идет вперед и трудностей не боится Каждый раз ставит планку, которая другим не под силу Добывает рыбу в самом экологически чистом районе мирового океана Перерабатывает ее там же, на крупнейшем в мире плавзаводе Первым среди рыбаков освоил доставку грузов по Северному морскому пути Выстроил свою цепочку производства и доставки продукции И потому контролирует цену на нее в магазинах Обязательно нужно любить море Если не будешь любить море, ходить туда не надо Важно то, какой вы делаете продукт Когда есть перспектива, всегда интереснее на будет У нас работают лучшие люди То есть кадры решают все, это не просто слова На Дальнем Востоке эти слова увеличиваются многократно В силу дефицита людей Только люди делают работу, только люди делают результат Только люди достигают успехов Когда в следующий раз вы купите банку консервов Доброфлот Чтобы перекусить, взять в путешествие Или приготовить из нее вкусный суп или салат Вспомните, труд скольких людей был задействован для создания такой мелочи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброфлот Доброфлот